Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. И продолжаем работу в прямом эфире. Один из лидеров партии «Альтернатива», бывший депутат Рижской Думы, Алексей Росликов у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, вот много интересных событий сейчас происходит и после роспуска Рижской Думы. Я, может быть, такой вопрос вам задам. Вот как вы пережили, ну, может быть, не то слово, ваше ощущение после роспуска Рижской Думы? Потому что, ну, вроде бы, вышли, получив ясный мандат от избирателей. Много голосов, кстати, много плюсиков собрали. Ну, и, в принципе, вы рассчитывали, что у вас есть период времени для того, чтобы что-то сделать, 4 года. И вдруг раз, оборвалось. Я не хочу сейчас обратно уходить в историю. Почему распустили? Зачем? Вот как вы размышляли, что делать дальше? Как обращаться к Рижанам? Вот что вообще будет? Хотя, самое главное вот в этой всей ситуации, которая происходит, ни одному политику нельзя бояться перезагрузки. То, что произошло в Рижской Думе, это перезагрузка, и она позитивна. С какой точки зрения, в каком ключе? На данный момент, я думаю, что благодаря этой перезагрузке именно у молодой части политиков появилась возможность создать свою новую платформу, которая является альтернатива, и дать новое альтернативное предложение для избирателя. Потому что, ну, давайте посмотрим на политическую ситуацию в Латвии. У нас за латышского избирателя бьются одновременно 7 партий. С одной стороны, это хорошо. Как минимум, да. С одной стороны, это хорошо и позитивно, потому что любая конкуренция дает качественный продукт для потребителя, в данном случае для избирателя. За русского избирателя у нас бьется, ну, в принципе, полторы партии, да, то есть, что, опять-таки, наверное, на этом фланге не самая сильная сторона. Поэтому наше появление в политической конъюнктуре страны, я думаю, что отразится только позитивно, и даст возможность для избирателя, скажем так, получить более стабильное, правильное и со временем доказанное предложение. Вот все-таки, если мы говорим о приоритетах, ну, мы знаем, что вообще в предвыбанное время это, понятно, что определенное обращение, не хочется такие параллели проводить, но они жизненные, обращение к покупателям предложения товара. Ну, в данной ситуации, это, конечно, политический товар, да, с учетом, что все-таки Рижская дума – это самоуправление, вы, может быть, не решаете вопросы какие-то глобальные, вы решаете хозяйственные вопросы. Тем не менее, вот это расставит приоритеты, потому что, если мы оглядываемся назад, ну, кто-то начинает говорить, ну, молодцы, что там предыдущая там дума или предыдущие думы, созывы, там отремонтируешь школу и детские сады, но смотрите, вот вы пока там фасады красили, мы уже по дорогам проехать больше не можем, да. Другие говорят, ну, и не надо вам ехать, вообще мы будем строить велодорожки, вы не будете загрязнять воздух, будете на велосипеде. Автомобили плохо. Да, автомобили плохо. И это плохо, и это плохо. Вот как расставить приоритеты и как соблюсти какой-то баланс с учетом того, что денег всегда не хватает, их столько, сколько есть, да, вот как вы расставляете приоритеты? Вы знаете, Риган, это город с бюджетом больше миллиарда. Это огромная сумма денег, которая позволяет городу, в принципе, выстроить любые планы, и они не будут амбициозны, они все будут вполне реализованы. То есть нельзя сказать, что денег нет, да? Деньги есть. Вы правильно сказали вопрос приоритетов. Для меня на самом деле является абсолютно неприемлемой ситуацией, когда мы контрольную смету для Можа-парка делаем в 20 миллионов, в итоге он нам выливается в 100 миллионов. 80 миллионов реально живых денег, это как минимум около 100-120 километров новых дорог. Если мы сейчас берем во внимание, что 72% только дорог в Риге являются асфальтированными, остальные без какого-либо покрытия. Поэтому денег хватает. Вопрос приоритетов. У меня маленькие дети, и они, как и все, посещают садик. Фасады сделаны замечательно, за это огромное спасибо предыдущему созыву. Но внутри садика не сделано ничего, вентиляции нету, пожарной безопасности нету, косметический ремонт не сделан. У нас дети круглый год в группах потеют даже зимой, потому что элементарно нету нормальной живой циркуляции воздуха. Воспитатели вынуждены открывать окна в детских группах, из-за чего мы простываем и потом начинаем сидеть дома. То есть здесь вопрос и приоритетов, и правильного понимания того, что необходимо Рижанам и жителям города. Да, вот что касается дорог, все-таки как здесь, почему многие сейчас задаются вопросом, да, мы понимаем, что дороги многие старые, неремонтируемые, но вдруг оказалось, что дороги в ужасном состоянии, мосты еще более ужасном. Если мы посмотрим сейчас на... Некоторые приходится закрывать, потому что, не дай бог, обвалится. Вантовый мост уже с 2016 года стоит, если вы заметили, вы каждое утро на работу передвигаетесь и видите, что там перила огорожены еще одними перилами, к ним просто опасно приближаться. Мы не будем, безусловно, критиковать никого из будущих политиков, в этом нет смысла. Но даже если мы посмотрим в бюджет на ремонт и дорог этого года, там на 25 миллионов меньше, чем в предыдущем году. Хотя бюджет общегорода в этом году вырос практически на 100 миллионов. То есть вопрос, опять-таки, приоритетов. Мы решили строить больше развлекательной инфраструктуры, мы вкладываемся в инфраструктуру города, мы меняем облицовки и фасады музеев, театров, мы строим эстрады, но при этом немножко забываем про микрорайоны, в которых эти вот самые дороги разбиты и находятся. Да. Вот что касается партстроительства, это звучит такое слово сразу навевает как-то из пошлого, да, но тем не менее, наверное, об этом тоже надо говорить. У нас в стране, по-моему, в регистре, если я не ошибаюсь, там чуть все время меняются цифры, но в общей сложности шесть десятков партий. Есть региональные, есть совсем волосные, с такими там смешными названиями, там мы Таусы, мы Тукумсу, да, так сказать, мы всем остальным и так далее. И вот когда, ну ладно, у вас была чью-то другая, может быть, задача, другая история, вы не создавали партию, вы сейчас ее возрождаете заново, имеется в виду альтернатива. Как вы подошли к этому вопросу? Тратили вы энергии и силы на какую-то идеологию? Потому что, ну, мы, может быть, и советского времени привыкли, что все-таки у партии должна быть какая-то идеология. Не просто красивое название, вывеска, а все-таки должна быть идеология, с чем вы идете. Потому что, ну, каждый сейчас на выборы скажет, да, да, я тоже за дороги, я тоже там за мосты, я тоже за социальную помощь малоимущим. Да, вот, может быть, несколько слов об этом. Партия-альтернатива абсолютно центрист. То есть наша задача сбалансировать абсолютно всех представителей всех политических вероисповеданий в городе и в стране за одним столом, при этом не скатываясь ни влево и ни в правое направление. Разумеется, здесь по центру только интерес избирателя. Но мы уже с вами за кадром говорили на эту тему, да, что меня вообще, в принципе, удивляет, каким образом это политическое вероисповедание исповедуют вот остальные партии. И мы вот говорили на тему, что как новая консервативная партия, вообще консервативная партия, в состоянии садиться за один коалиционный стол вместе с либералами. Или же как национальная партия, как вот такой является Тевзом Эмбриубе, ЛННК, может садиться за один на коалиционный стол совместно с теми же самыми либералами. Это уникальная ситуация. Это совершенно уникальная. Притом одни кричат, что мы там, ну, я так утреваю, за однополые браки, а другие говорят, да вы что? Никогда, поганый метвой. Да, 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 и уже готовят костерок за рцессу. Поэтому надо понимать данную ситуацию, тут избиратель уже должен ощущать не только симпатию к конкретному человеку и в принципе не голосовать по итогу «я за своих против чужих». Нужно делать это умно, нужно делать это продуманно и нужно анализировать не только то, что предлагают партии, но что они еще и сделали. Мы еще до эфира обсудили, не могли не обсудить. Это такая история. Кто-то вот по разным социальным сетям, по ватсапам, эти все фотографии провалившихся автомобилей из какой-то сюрреистильской картины друг другу пересылали. И мне даже многие знакомые говорят, рижане, говорят, а это где вообще произошло? Я говорю, это произошло в Риге, более того, там на улице Гертрудес, потом там в Зепникаунсе и так далее. С другой стороны, вы до эфира хорошо напомнили, что на самом деле такие вот провалы, просто туда не попадали машины, к счастью, происходили в предыдущие годы. Регулярно, конечно. Это не стало, наверное, для многих сигналом, что... Абсолютно. Это происходит регулярно. Еще раз говорю, слава богу, туда не попадали автомобили, слава богу, там не пострадали люди, но это, в принципе, для города Риги абсолютно естественная ситуация. Как я уже сказал за кадром, вся инфраструктура, находящаяся под асфальтом, у нас проложена во времена царя. Никто за все эти годы, абсолютно никто, ни с 2000 года, 20 лет подряд, ни одна власть в городе не задумывалась о том, что есть необходимость инвестировать в инфраструктуру города. У нас все-таки есть компании, которые являются коммунальщиками, которые используют эту сеть, продают нам эти услуги, получают ежегодную прибыль, и при этом они ее не реинвестируют в эти все вопросы. Они попросту ее тратят на ремонт, на улучшение автопарка, на зарплаты правления и так далее. Да, это тоже удивительно. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Так может себя вести коммерсант, как вы правильно заметили за кадром, но, к сожалению, я думаю, что... А сбокусство, нет ли опасности, что в какой-то момент, ну, избиратели, может быть, нет, что в какой-то момент скажут, что, а, действительно, раз они так себя ведут, а давайте мы все вообще приватизируем, да. Ну, вы же знаете, идут эти разговоры, не знаю, Рига с нам Павлодикс приватизировала, может быть, Рига с Мэжи, зачем 100 колесов Риги? Новая конструкторная партия еще и общественный транспорт собиралась приватизировать, уже разговаривала о том, что и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, в принципе, можно было бы отдать тоже в частные руки, как микроавтобусы с Атексом. А, логично. И, может быть, там что-то появится лучше и интереснее. Лучше, да, да, да. Зашел в 10 евро, ну, так, чтобы по себестоимости возить. Понимаете, одну простую ситуацию у нас в политике, вот старая политика, которая существует, безумно извращенное представление обо всем. Там не будет приватизации во благо страны, во благо людей. Просто прихватизация. Это прихватизация для того, чтобы просто перенять источник доходов. С этим менталитетом не сделать ничего абсолютно. Вы не выжгете это ни сегодня, ни завтра, ни через 20 лет. Поэтому единственное, что мы можем сделать, не допустить. Ну, вот по поводу источников доходов. Позавчера, по-моему, да, многие с удивлением обнаружили, что, оказывается, в пандемию ничего более важного, чем акустический концертный зал, в принципе, нет. И для этого нужно тихий центр превратить в шумный центр. Устроить там, так сказать, сначала снос этого здания, которое, слава богу, стоит и здравствует, никому не мешает, вроде не развалено. А потом еще и акустический концертный зал. Для меня эта ситуация, в принципе, в корне раздражает. По одной простой причине. Я просто даже смотрю, как обыватель, как рижанин. У нас нет денег для медиков. У нас нет денег для учителей. Мы не имеем возможности поднять зарплату силовому блоку, то есть полицейским, пожарным, спасателям, таможенникам. Но при этом мы находим 118 миллионов для того, чтобы устроить очередную развлекательную стройку. А, уже известно, что будет такая сумма. 118 миллионов, да. Я вам напомню, что на повышение зарплат всем медикам Латвии по расчетам, по расчетам министерства было необходимо 120 миллионов. То есть этих денег хватило бы, чтобы закрыть этот бюджетный вопрос, который нас душит уже 20 лет. А они скажут, ну вы знаете, ну мы же таким образом, вы же знаете, скажешь, Таниш, что самый лучший способ разогреть экономику – это строить. А вы вот против того, чтобы такое было, такое слово потребление – движуха. Этот миф придумали строители, потому что все, что это разогревает, это карман строителя, ну и безусловно это хорошо, ну и людей, которые замешаны на стройке, все. Остальным, извините, барменам, официантам, охранникам, таксистам, медсестрам, полицейским, какой от этого разогрев? Перестаньте. Это, говорю, это миф, придуманный строителями, которые они вот сейчас вот очень добросовестно и доброкачественно в той же самой МясМедиа поддерживают. Да. Тоже интересно такое замечание, но самое главное, что действительно вот так вот если посмотришь, то никто не говорит, что мы против каких-то культурных объектов. Когда ты посмотришь эти цифры, да, десятки миллионов, сотни миллионов, да, и понимаешь, ну а что, все остальное уже решено? Я же говорю, что вот этот извращенный ум старой политики, мы если говорим госбезопасность, то под этим предлогом мы все равно имеем какое-либо или расхищение бюджета, или же какие-либо ну явные нарушения, но пытаемся их оправдать понятием госбезопасности. Здесь тоже самое культура, ее сохранение, и мы считаем, что под этим лозунгом мы можем миллиарды выкачивать в любом направлении, а что вы нам скажете, мы культуру сохраняем. Вы что, против? Еще теперь новая сказка, разогреваем экономику. Все. Вот, да, а ведь проблемы между тем остаются. Я помню, что это было, наверное, еще даже, может быть, не прошлая дума, в которой вам довелось работать, но еще, может быть, раньше. Были такие разные амбициозные проекты с красивыми названиями английскими, Park and Ride, где ты, помните, там, где-то ты оставляешь свою микрорайонную машину на бесплатной стояночке, дальше садишься на общественном транспорте, едешь на работу, потом возвращаешься в эту Park and Ride, там у тебя еще и магазинчик, отоваривался, и поехал уже к дому. Но я так понимаю, что вся эта сказка не случилась. Что вообще с этим делать? Потому что, ну, действительно, уже машины в городе негде припарковать, не в каждом микрорайоне есть вот даже платная стоянка. Есть ли какие-то тут решения, на мой взгляд? Эта ситуация, она вы абсолютно правильно заметили, она, ну, выражусь, наверное, простым словом, просто умерла. По одной простой причине, что, в принципе, здесь еще очень важно победить еще и наш, опять-таки, менталитет. Мы считаем как? 18 лет исполнилось, должны обязательно сдать на права. То есть у нас это обязательная часть после окончания школы. Здесь тоже не все жители города на самом деле готовы отступиться от частного транспорта, пересесть в общественный. Здесь можно гадать. Возможно, это не особо комфортный общественный транспорт, хотя, обик, ну, вы поправьте меня, мне кажется, что у нас, в принципе, автобусы, трамваи, ну, выглядят довольно-таки достойно и, наверное, не отпугивают. Не отпугивают. Иногда даже кажется, что для, с учетом того, что у нас почти 90% населения едут, ну, по льготам, может быть, такой шикарный общественный транспорт и дорог для города, но это уже другая концепция. Это тоже вполне возможно. И, опять-таки, нехватка муниципальной земли, такого объема, чтобы можно было строить вот эти вот огромные парк-н-райт-блоки, чтобы они действительно были удобны для рижан. Идея хорошая. Реализовать сложно. Вся земля практически хорошая, крупная земля в черте города была уже, к сожалению, продана или в свое время приватизирована, и город уже к ней не может подступиться. И надо понимать, что частник, понимая, что у города стратегические интересы к этому куску земли, он вам такую цену там завернет. И вы никак на него повлиять не сможете. Город – это не государство. Государство всегда, можно сказать, для национальных интересов сейчас вообще национализируем или продавая по рыночной цене. Город, к сожалению, так поступать не может. Хотя в некоторых случаях можно обращаться к парламенту. Я думаю, что и наши радиослушатели, которые внимательно сидели за ситуацией в Риге, знали, что на последнем этапе возглавляли комитет. Развитие города. Именно, развитие города. Поэтому очень часто меня тоже спрашивают, а что вообще будут… Понимаем, что не сами депутаты, или не только депутаты пишут эти пункты развития города. города, чиновники, департамент, специалисты, которые планируют город, дают какие-то предложения. Был даже, я так понимаю, проект развития города до 2030 года. Что дальше будет вообще? Что вы успели? Может, я знаю, что у вас тоже было целый ряд предложений конструктивных. Что успели, что не успели? Разделим. Есть комитет, это политическое управление, есть департамент. Департамент, к сожалению, вынужден идти иногда под давление общественных организаций, которые говорят, вот, необходимо, чтобы было… Комитет как бы надзирает за этим департаментом. Да, комитет надзирает. Мы в комитете, абсолютно все партии, меня как руководителя, мы всегда смотрели, как правильно выразились, прагматично. Допустим, мы реализовали такие необходимые проекты, как освещение в микрорайонах. В некоторых микрорайонах, допустим, Буклут, Ису, Жи, Яунтемс, там уличного света нет. Там центральная улица, 7 километров, ни одной латерны. Постоянно школьники идут со школы, попадают под колеса, страдают, кто-то сбивает животных. Это мы живем в 2020 году, у нас нету света. Чего мы сейчас с вами тут будем фантазировать? А мы про акустический концертный зал. Да, про концертный зал или про розетки для электромобилей. У нас народ в темноте живет, а какая-то часть вообще ходит по брусчатке и по песку, потому что асфальт почему-то в 2020 году. Мы решали эти вопросы. И Яунтемс, да, это очень, на мой взгляд, позитивный пример, 240 латерн, 7 километров, света будет там, где его просто нет. Очень часто и в Балдарае говорят о том, что там это забытый район. Тут часть мне удалось оживить проект, который на самом деле не имел никакой перспективы. Это предплуд по Сакуми против затоплений. Там постоянно, если вы смотрите за новостями, когда выходила из берегов наша вода, там показывали некоторую бабушку, которой регулярно приходилось эвакуировать уж на лодке из ее дома. И в этом году начался замечательный проект. Мы поднимем берег, мы сделаем там променад, мы поставим там новое освещение, поставим новые ливневки. Ну, не мы, это уже сделает город, но это решение было принято при нас, уже там все, уже работы идут полным ходом. Поэтому я больше, наверное, виноват, я больше смотрел на именно прагматичные решения, необходимые рижанам. Я могу фантазировать насчет летающих тарелок, да, там и телепортации людей, да, из одного места в другое и писать это на бумаге. Ну, если нет света, то... Да, если да, если вы правильно, если у людей нет света, то какие, извините меня, пункты под зарядки электроавтомобилей? Ну, это глупость. Да, вот действительно, должен ли город заниматься, здесь тоже мнение расходится, должен ли город заниматься строительством муниципального жилья? Я знаю, что вы в свое время еще на прошлых выборах эту тему поднимали, очень остро. С одной стороны, мы видим, что очень много проектов новых возводится, понятно, что они начаты были не сегодня, когда уже цены не те, да, но, тем не менее, очень много жилья, но оно все коммерческое. По ценам, которые, наверное, большинству молодых семей просто неподъемные для нового жилья, естественно, им ничего другого не остается, как в тех же Хрущевках, Литовках. Абит, пока мы здесь балаболили, Валмира сдала уже пять подъездов. Именно вот по этому принципу. Пять подъездов, абсолютно новый дом. Здесь семиэтажный дом... А что Валмира, вот чуть-чуть расскажи. Валмира построила пятиэтажные дома, это у них там получилось ровно пять подъездов для молодых семей. Сами? Сами, сами, у них свой, нам у пар Валмекс, только Валмирский. Да. Из своего бюджета. Это не космические деньги. Семь этажей, один подъезд, по четыре квартиры на каждом этаже можно уложиться в два миллиона под ключ. То есть, они те же молодых специалистов сейчас могут приглашать, да? Да, и сейчас на данном этапе у людей нет необходимости покидать черту города, они могут за абсолютно адекватные деньги арендовать это жилье. Они там причем рассчитали очень уникальную модель, там а-ля там три евро за квадратный метр аренда, куда входят уже и все коммунальные услуги. И сейчас в этих пяти подъездах нет свободных мест, их сразу разобрали. Валмир сказал, мы будем делать еще. То есть, сразу разобрали? Конечно. Поэтому я повторюсь, семь этажей – это два миллиона. Что такое два миллиона для города с бюджетом в миллиард? Ну, что это такое? Ну, смешно. Я еще раз обращусь к Можопарку. На 80 миллионов разницы Можопарка я бы построил здесь 40 домов. 40 домов по семь этажей. Ну, вы сами можете посчитать, сколько молодых семей. Те же самые вот я, как руководитель профсоюза полиции, точно знаю ситуацию, когда у нас в коммуналках ютятся работники пожарно-спасательной службы. Зарплата мизерная, да. Зарплата мизерная. Могут позволить себе снимать только одну комнату. Он, жена, двое детей. Вот куда ему? Муниципалитет построил, ты прописан в Риге, ты платишь налоги в Риге, иди за адекватные деньги, снимай себе квартиру, возможно, с принципом выкупить. Это все было реально. Ну, вот опять-таки, приоритеты. Не сработало. Да. Не сработало. Но вы думаете, что вообще это реально сделать? Абсолютно. С таким бюджетом, как у города Риги, это абсолютно реально. И вообще, можете меня ругать, говорить, что я тенденциозен. Но еще раз, в бюджете города Риги была отдельная графа зарезервированные деньги на стратегические проекты. Там лежит 25 миллионов зарезервированных для Межопарка. Вот они там просто лежат. Тут сегодня у нас дырка, и нужно что-то сделать, а тут они у нас просто лежат. Ну, вот, это еще раз говорю, это и была, возможно, одна из причин, почему все-таки новая политическая платформа, почему все-таки по-другому надо идти и смотреть на вещи по-другому. Об этом тоже поговорим. Я так понимаю, что мы сейчас буквально пару минут прервемся. Алексей Ростлик у нас в студии, партия «Альтернатива». Не переключайтесь. Добрый день еще раз. Алексей Ростлик у нас в студии, бывший депутатрическая дума, один из дедер партии «Альтернатива». Мы говорим о развитии Риги, о развитии города. Но надо и сказать, вы успели чуть-чуть переговорить перед эфиром, вы сказали, что на самом деле, вот, альтернатива партия такая, ну, есть такое слово, можно употребить долгоиграющая. То есть, это не партия, которая создана под конкретные вот эти неочередные выборы 29 августа. Я так понимаю, что в следующем году вы намерены в очередных муниципальных выборах участвовать. Большие выборы по Латвии муниципальному, безусловно, стартуем, я думаю, где-то в 10 самоуправлениях. На данный момент мы можем гордиться командой, которая у нас представлена в Венспилсе, Резекна, Даговпилс, Саласпилс, где уже на данный момент господин Рогалев является активным депутатом Саласпилской избранной думы. Марупе, Пеньки, которые будут объединены самоуправлением. Да, мы идем на выборы в самоуправление, после мы идем на выборы в парламент. Вот вы сказали, что партия Тернатива такую занимает центристскую позицию. У многих, может быть, из-за какого-то там незнания, может быть, глядя на другие партии центристов, которые были, их не так много было, но они были в новейшей истории Латвии, и многие воспринимают это, что такая, ну, может быть, опасная позиция, что вроде бы центристы, они готовы и с левыми, не знаю, и с правыми, и с такими, и с либералами садиться за общество. То есть, якобы нет принципов. Но я так понял, что определенные какие-то у вас условия для сотрудничества будут, да? Начнем с того, что если мы говорим про выборы в Риге, вопрос, где стелить асфальт, там, где больше русских или больше латышей, он никогда не стелил. То есть, это вопрос и хозяйственный, и здесь другого варианта быть не может. Если мы говорим про республику и про парламентские выборы, то основная задача у партии Альтернатива – это найти партнеров, которые помогут реализовать программу. Поменять ситуацию, перезапустить. Я еще раз говорю, для нас неакустический концертный зал является приоритетом, и мы за него голосовать не будем, если бы мы были в парламенте. Но мы проголосуем за зарплаты для медиков, за зарплаты для учителей и проголосуем за то, чтобы эти деньги пошли именно людям. Вот наша позиция. Если мы видим здесь партнеров, если мы видим здесь друзей, мы с ними будем общаться, мы будем с ними работать. Мы не боимся ни внеочередных выборов, мы не боимся потерять свои места в Думе. Это доказала ситуация в Рижской Думе. Мы абсолютно ни с кем не шли на диалог, пока не были выполнены определенные наши пункты. Один из пунктов было повышение одноразового пособия для новорожденных детей мамочкам. Вопрос был в 150 евро в 2019 год. Мы сказали, поднимайте сразу до 500. Это требовало нагрузку на бюджет всего 1 миллион в год. Для города с бюджетом в миллион. Нашли концептуальное решение, что поднимем пока только на 200-250 евро, там это полмиллиона будет хорошо, давайте хотя бы в эту сторону. То есть, если есть диалог на исполнение предвыборных обещаний и на комфорт избирателя, будем работать, будем общаться. Да, но здесь важно, наверное, подчеркнуть, что вы, наверное, правы в том, что у города деньги есть. Вопрос только как правильно их распределить. Конечно. Вот, тем не менее, многие считают, я помню, что вы тоже на это обращаю внимание, что все равно вот многие пытаются не только самоуправление, государственные органы выехать, если так можно сказать, за счет Риги. Ну, понятно, что Рига – это больше половины ВВП, а раз у Рижан деньги есть, надо отобрать и поделить между другими. Больше 70 миллионов ежегодно на это уходит. Да. И причем такие самоуправления, как Далгов, Пелс и Резекна в общей сложности суммарно потребляют где-то 25 миллионов на все эти цели. Ну, считают определенно несправедливые ситуации. Вообще не понимая, почему у Рижанин, вы, я, наш звукооператор должен датировать Далгов, Пелс, да, то есть там свое самоуправление, да, то есть там свои избранные. Свои горожане, свои рабочие места. Или ты успешный городоначальник, да, то есть и в состоянии покормить свой народ. Или жену дорогой, ты не справляешься со своей обязанностью ходить с протянутой рукой постоянно в центр города и говорить, дайте мне 15 миллионов, мне не хватает. Ну, ребят, это глупо. Да, там Далгов, Пелс и тоже весело, это долгой, конечно, разговор, но сейчас там уже и мэра нет в очередной. Это второй раз, я думаю, Андрис Элксенш в этом плане войдет в историю, как мэр, которого сместили дважды. Я ему абсолютно не завидую и не злорадствую в этом плане, я надеюсь, что в следующем году он докажет свою позицию и народ его изберет, потому что, скажем так, он, опять-таки, представитель молодой политики, представитель перемен, ну, будем надеяться, что ему повезет. Да, вот хорошо, что вы такой возраст упомянули. С одной стороны, понятно, что должна, наверное, спайка молодости и опыта, с другой стороны, ну, зачастую и мы видим, что да, какое-то обновление бы надо было при всем уважении к нашим сеньорам, но если нет свежей крови, особенно в политике, значит, каких-то таких решений, иногда смелых, да, которые вот люди уже пожилые, консервативные, позволить себе не могут. Как у вас, как вы вот находите баланс? Действительно, у вас как бы вот эти лидирующие позиции будут занимать люди такого уже молодого поколения? Если мы говорим про средний возраст, то я думаю, что это у нас около 40-43 лет, это молодые предприниматели, это молодые спортсмены, это люди задействованы абсолютно в разных сферах города. Мы стараемся набирать качественный и прогрессивный список, то есть люди, за которыми есть определенная часть общества, которая их поддержит и для которых их слова и их действия являются действительно принципом и приоритетом. Поэтому в этом плане я думаю, что это будет качественный список, за который мне не будет стыдно, неважно из того, кто из этого списка пройдет, а кто останется за чертой, это будут качественные депутаты. И опять-таки, что важно, это будет новый взгляд, свежий взгляд. Все-таки даже в крупных компаниях топ-менеджеров или же людей руководящих ротируют. Ну, ты пять лет поработал, отсидел, ну все, вот как правильно сказал сегодня Валерий Петров, появляется кумовство, дружба, там тут своего посадил на место, здесь своего посадил. Все-таки эту ситуацию нужно... Глава забыливается, наверное. Ну да, не потому что вы плохой человек, а потому что это естественно, такова природа человека. Поэтому нужно немножко обновлять ситуацию, это факт. Да, это, наверное, важное замечание. Еще, если мы говорим вообще о управлении, в том числе городом как таковым, может быть, пандемия показала, еще раз тем, кто, может быть, не знал, что можно управлять эффективнее и не всегда обязательно такое количество вообще управленцев, ну или чиновников нужно. Ну, мы все время говорили это о масштабах страны, но и очень многие структуры, я так понимаю, в самоуправлении, в Риге в том числе, тоже работали на удалении и никакой трагедии не случилось. Вот, может быть, действительно, тоже сигнал к тому, что надо что-то пересмотреть. Я вам даже скажу в абсолютных цифрах, блок Рижского самоуправления – это больше 20 тысяч людей. Вы представляете, какая огромная масса, да? То есть, дискутировать по поводу того, что где можно что-то оптимизировать, всегда можно. Но говоря про политический блок, это 60 депутатов, давайте говорить откровенно, зачем они там 60, если они идут по партийному принципу, не по принципу независимости. То есть, это 60 депутатов, независимо избранные представители каждого своего района. Это по партийному принципу собранные люди. И, в принципе, из этих 60 человек, на самом деле, это работает только 4, да? То есть, это главы фракций или же председатели партии, которые принимают решение, приходят на фракцию и говорят, мы сегодня голосуем вот так вот. И твое мнение никого абсолютно не интересует. Поэтому и в целях экономии денег, и в целях повышения конкуренции внутренней, я бы тоже уменьшил порочное количество депутатов. 60, на 30 вполне хватает. Больше там не надо. Даже так, да? Абсолютно. Ну, и количество чиновников, возможно, тоже. Конечно. Надо пересматривать все эти списки. Почему на данный момент современная власть, если мы говорим про республику, не хочет затрагивать этот вопрос? Потому что это стабильный электорат. Если мы смотрим в масштабах всей страны, это более 200 тысяч человек, которые задействованы в административном аппарате страны. А у него есть папа, мама, брат, сестра, которые четко понимают, что их благосостояние тоже хоть как-то, но зависит от трудоустройства конкретного человека. Это получается электорат. И у нас здесь на каждых выборах соревнования между электоратом чиновников и электоратом простых людей, которые в бизнесе, на радио, на охраннике, официанты. И пока нас в данный момент вторая часть проигрывает. Это правда. Еще, может быть, такой вопрос, который я хотел бы задать, что касается вообще, может быть, города. Вот все-таки, как вам кажется, нужно ли в будущем выбирать мэра, чтобы жители в прямом голосовании выбирали мэра? Во многих странах эта система действует. Во многих, так же, как у нас, сначала выбираешь депутатов, депутаты уже сами договариваются о том, кто будет мэром. Как вам кажется? Я из-за прямой выборы президента. В мэр это получается политический компромисс. Он четко понимает, что он зависит от этой толпы в 60 человек, в 59, потому что он номер 60. И он, ну, вы знаете, даже если бы и хотел что-то, может, сделать иначе, он просто не в состоянии. Лишится своей должности, как получилось с Андреем, Абдауков пился с Андреем. И все, и до свидания. Я не буду там дискутировать по делам или нет, но на самом деле, что-то там не договорились, хоп, тебя сняли. То есть, безусловно, да. Опять начиная все эти коалиции, то самое, что на политическом уровне, да? Да, да, давайте. Я еще говорю, я бы все-таки разрешил бы помимо партийных списков еще бы независимых кандидатов. Вот давайте вот для начала попробуем введем эти две системы и дадим ей возможность просто себя показать, как тест на какие-то выборы. И поверьте мне, вот эта вторая часть с независимыми депутатами имела бы успех, однозначно. Будет ли, на ваш взгляд, вот проблема явки на этих выборах? Потому что многие опасаются. Выборы, во-первых, все-таки 29 августа, да, под занавес лета, но иногда и в августе у нас бывает очень жаркая погода, плюс сказали маски одевайте, да, вот и так далее. Будет ли проблема на ваш взгляд? Первая проблема, я думаю, что, скорее всего, для нашего избирателя это не сколько ковид, сколько просто нежелания уже идти на выборах и участвовать в них. Абсолютная невера. Это, на самом деле, дико на руку старой политики. Вас чем меньше придет, потому что у старых политиков всегда есть стабильный рейтинг, они все равно пройдут, чем вас меньше придет, тем и хорошо, тем меньше шансов у новой политической силы, тем меньше шансов на какие-то перемены. Я думаю, что явка, она, конечно же, будет ниже, но я думаю, что тоже национальный блок регион будет стараться все-таки стимулировать своих. Опять пойдут разговоры, русские идут, русская часть подключится, латыши идут, и в итоге, я думаю, что там каких-нибудь, вот обычно у нас появляется на выборах где-то 50-53 процента, я думаю, что эта явка будет 40, ну, это максимум, скорее всего. Да, вот вы упомянули, что вот наш избиратель, я понимаю, что сложно сейчас что-то говорить, но тем не менее, с учетом того, что вы постоянно общаетесь с рижанами, не только со своими знакомыми, и в социальных сетях, вот портрет такой социальный, как вам кажется, вашего избирателя. Я думаю, что мы говорим с такими позитивными, ярыми индивидуалистами, это где-то 30-35 плюс. 30-35 плюс. Да, это молодые люди, которые занимаются своим бизнесом, которые успешны в своей карьере, будь она личная или же на наемной работе. Люди, которые ежедневно находятся в городе, платят исправно налоги, стараются участвовать в ее жизни, но в принципе от города в обратную связь ничего не получают. То же самое молодой предприниматель, он по сути ни от города, ни от страны ничего не видит, он только платит, платит, платит налоги, зарплаты, плачу, плачу, что обратно, но обратно ничего абсолютно не получает. Ну вот мы видели по своей простою, изначально, пока не было этого скандала, кому-то перечислили 4 евро, это может быть такое изощренное издевательство было похоже. Это безумие, это безумие, я бы назвал это латвийские чаевые, потому что вот в такое безумие скатиться себе чиновникам выплатить по 30% к зарплате, что в принципе там в деньгах по 600-700 евро, а тому же медику за то, что он работал с ковидом, перевести 3-4 евро за риск, да, то есть или как вот я занимаюсь больше полицейской темой, да, то есть перевести 2-3-4 евро там, ну это нонсер. А вот там такие суммы переводили? Я потому что как раз хотел вас спросить, как у лидера профсоюза полицейских, многие это помнят, и действительно там такие суммы. Кабинет министров постановил, что все, кто сталкивались с, кто работал в эту эпидемию и тем более сталкивался с людьми, необходимо им компенсировать эту работу. Что сделали органы? Они взяли и рассчитали, вот сколько ты минут общался с потенциально, возможно, больным человеком. Ну там минут 7-8 он в дежурной части сказал, вот, за 7-8 минут мы тебе и доплачиваем. Логично. А главе госязыка мы 700 евро просто к зарплате положим, да, то есть центре госязыка. Так все было, да? Ну чушь, чушь и нонсенс. Но еще правильно сказал Валерий Петров, абсолютный социопат, и люди, которые потом в принципе ненавидят людей, и я вообще не понимаю, по какому принципу они все еще получают свои голоса на всех выборах. Да, это удивительно. Кстати, тоже вопрос интересный. И с другой стороны, я думаю, эта тема вас заботит, как лидера профсоюзов. Вот многие жалуются, что вот там профсоюзы такие, профсоюзы сякие. Ну ведь это, наверное, общая тенденция, потому что и народ-то неактивен, да? Ну что могут профсоюзы, если они чувствуют, что вообще население готово как-то выразить свое отношение? Политическая активность населения у нас в Латвии, по-моему, не превышает 2,5-3% от общей плотности населения. Имеется в виду те, кто в Бахте участвует? Те, кому вообще это интересно, да, он там читает. По-моему, даже может и меньше. И меньше, да. С профсоюзами абсолютно такая же ситуация, что если тысяча человек работает, да, то есть, дай бог, чтобы 15-20 вступили в профсоюз, да, то есть, и действительно пытались как-то... То есть, пока их самих не коснется, они думают, что, а, если что, кто нас защитит? Очень часто такое бывает. Человек вступает в профсоюз, год-полтора-два его не видно, не слышно, он ни членский взнос, не платит ничего, а когда его пытаются уволить с работы, или же у него случается какая-то беда, он приходит и просит юридическую помощь и поддержку. Мы, конечно, все равно это все делаем, но на самом деле это некрасиво, так не должно быть. Все-таки люди должны как-то более ответственно подходить к этой всей ситуации. Мы меняем среду вокруг себя. Если ты вместе со своими единомышленниками на работе не объединяешься, вот этот единый кулак, не создаешь вот эти вот правильные условия труда, то, ну, а кто же со стороны что-то может сделать? Это, кстати, очень хороший совет, такой рецепт, наверное, и для самоуправления, для жителей города, что мы меняем вокруг себя, не только нужно ждать, что, да, депутат само собой, но не только нужно ждать, что депутат сразу все решит. У вас нет света, как вы сказали, Яунцемси? Ну, давайте вместе организовывается группа активистов этого микрорайона. Так и случилось. Бедри бы Яунцемс, но я не во сне их увидел, но они меня атаковали, они приходили в Думу, они разговаривали, они увидели во мне интерес, они делали все абсолютно, приглашали к себе в микрорайон, устраивали собрания в местной школе, показывали планы, как все можно сделать. Вот это вот такое уникальное, правильное событие, позиция. Многие депутаты получили свои 7 километров. То, что вот и хотели, то, о чем они в принципе А если бы они молчали, ничего бы не делали, возможно, и там было бы темнота по сей день, да? Да, да. Это, кстати, и к другим районам, да? Да, абсолютно. То есть, уважение к диванам, экспертам, наверное, такие тоже нужны, которые могут там как-то критически оценить. Но надо и иногда что-то самим действовать. Есть дорога без асфальта, необходимо сделать. Нашли своего депутата, пришли к нему, попросили, показали, проконтролировали, что он сделал по вашей просьбе. Это, конечно же, работа, но без этого не будет общего результата. Да, вот 612-939, телефон прямого эфира. Дело может быть прошлое, но вот радиослушатель тоже, наверное, вспомнил, спросил вот этот конфликт, который был в Рижской Думе с застройщиками. Видимо, с застройщиками, может быть, и нет. Это «The Towers», вот эта знаменитая история. Почему вообще… Есть ли вообще вот для таких больших стройк, вот почему такие конфликтные ситуации возникают? Не вдаваясь, может быть, какие-то подробности проекта и так далее, и так далее. Любая стройка – это большое, сложное, комплексное мероприятие. И мы, будучи в Думе, как руководитель комитета и как остальные члены комитета, мы всегда полагаемся на экспертное мнение именно стройуправы. Если стройуправа приходит и говорит, что данный объект не готов к сдаче в эксплуатацию, или же те документы, которые есть в наличии на столе, не являются достаточными, мы, к сожалению, это оспорить не можем. Мы вынуждены в этом плане идти, скажем так, не на поводу, но, во всяком случае, согласиться с мнением стройуправы. Здесь вот именно, конкретно говоря, про «The Towers», там другого варианта просто не было. Ну и, как мы видим, потом Ежи Був, эксперт же, по-моему, и лишился потом своего сертификата. Да, то есть, поэтому там ситуация под большим вопросом, на самом деле. Вот даже так, да? Да, да, да. Ну что, успеем принять и, по крайней мере, один звонок, может быть, и больше, посмотрим. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, спасибо, что приняли звонок. У меня, знаете, какой вопрос? Если управлять городом, это чисто административная работа, да, а дума вот этих 50 человек. 60. Это политическая. 60, да. То зачем вообще нужна дума? Вот сейчас в Риге есть три управляющих, для которых эта работа даже не является основной. Они не фулл-тайм управляющие. Их три человека. И в городе происходит то же самое, что было при всех мэрах. Он хоть что-то делает, они хоть что-то делают. В Риге всегда хоть что-то происходит. Что-то воруют, что-то латают. В принципе, убожество. Но разницы нету никакой. От этих трех исполнителей хуже не стало, чем от 60 думских умников. Эту думу вообще не надо держать. Спасибо. Хорошего дня вообще. Не, ну, отвечая на вопрос звонящего, ну, основы демократии, да, мы все-таки, чтобы как-то их сохранить, избранные люди там необходимы. Потому что всегда считается, что именно избранные люди более объективны, более ближе к народу. И в этом случае вот мы и говорили на эту тему, что все-таки если бы и районы были более активны, и приходили к депутатам, и разговаривали о том, что им необходимо, то исполнение было бы другое. Человек, который взят на работу, он получает просто зарплату, он смотрит немножко на эти вещи рутинно, как на бумагу. Он вам напишет любой план развития города до 2030 года и с электрозаправками, и со всем чем угодно, но только без света и без асфальта. Поэтому, в принципе, еще раз говорю, вот видите, вот в избирателе, вот сейчас что царит, абсолютно сломали представление о политике и о том, кто избирается в Думу. То есть я, наверное, соглашу сейчас со звонящим, что ситуация абсолютно печальная. Все теперь считают, что депутаты бездельники, они ничего не делают, и ничего хорошего от них ожидать невозможно. Да, и это, может быть, действительно тоже сигнал и вам, политикам, все-таки нужно действительно идти, когда мы идем к избирателям, действительно разъяснять, что депутаты, ну так вообще мир устроен, так устроен демократия, они действительно реальные представители горожан, да, и через них что-то решается. Конечно, мы, допустим, говорим даже про центральный рынок, когда нам департамент принес смету на восстановление части центрального рынка, там контрольная смета была 14 миллионов, по факту конкурс был 35, с возможным удорожанием в 50. Как? Не будь меня как руководителя комитетом, если бы там не было вот любого другого депутата сознательного, то есть чиновники пропихнули бы этот проект, и очередные 50 миллионов принадлежащих городу уехали бы вообще не в понятном направлении. То есть такие суммы? Абсолютно, там, понимаете, поэтому тот же самый депутат, если он действительно сознательный, если он правильно выполняет свои работы, мне есть чем гордиться. Я как бы считаю, что если контрольная смета 14, а вы в итоге мне говорите, что закончится это все 50 миллионами, я не пропущу такую смету. Это просто нонсенс, это нереально. Это, наверное, относится и к этому концертному залу заполучивому, где вы сказали, сколько там, 113? 118 миллионов. Причем я вам даже открою маленькую тайну, если вам это интересно, ко мне как руководителю города приходили частные застройщики, владельцы, где вот Таллинг сейчас паром стоит, мне сказали, мы бесплатно строим акустический зал, бесплатно. Все, что вы делаете, дорога, которая рядом, переносите ее немножко дальше. Это были инвестиции около 20 миллионов для города. Почему они были готовы это сделать бесплатно? Потому что там они будут строить сейчас гостиницы, развивать офисный сектор. Они говорят, это хороший позитивный импульс для нашей территории. Да, мы признаемся, мы повысим таким образом рентабельность своего имущества. Ребят, смотрите, 118 миллионов могли сэкономить. Пускай построят концертный зал. Что в этом плохого? Это, кстати, очень интересно. И, знаете, там было интересное продолжение проекта, буквально 30 секунд. Они предложили территорию, Абик, между Вантовым и Каменным мостом автомобили пустить под землю, а наружную часть отдать под новый парк. То есть, ну... Вообще, это интересно. Это было бы сказано. Буквально коротенько еще один звонок примем. Добрый день, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. 14 миллионов и 50. По крайней мере, мне понятно, почему люди идут работать депутатами. Хоть что-то стало на свои места. Правительства Бельгии, пять лет его не было. То есть, в том государстве, в самом Бельгии, функционировала пять лет без правительства. Это все возможно. Чем меньше депутатов, тем меньше краш. Потому что сейчас в Рижской Думе ничего не происходит. Вы только-только представьте, сколько там сейчас не воруется и не разворовано. А вот сейчас после выборов придут все вот... Заметьте, они приходят все на радио, они все умные. Вот все. А потом будет 14, 50 и так далее. Спасибо большое. Я вам скажу так. Вот недавно была передача. Пригласили администраторов временных Рижской Думы. И спросили, вот вы сэкономили деньги на бесплатных обедах для школьников и в детских садах. Куда деньги-то направить? И какая сумма вообще сэкономили? Не ответили. Сказали, мы еще не посчитали, а потом решим, куда направим. Вы знаете, я думаю, что нехозяйственная деятельность там продолжается. И продолжается в тех же объемах, в которых она присутствовала при старой власти. Поэтому еще раз говорю, нужно, конечно же, менять ситуацию политическую в стране и в городе, чтобы избиратель опять начал верить политикам. Негодование понимаю. Тем более, что возможность такая будет уже буквально в конце августа. Алексей Ростликов у нас был в прямом эфире, представитель партии «Альтернатива». Спасибо большое. Спасибо.